Центробанк Канады Канады задумался о создании собственной цифровой валюты. Банк Канады рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты для борьбы с прямой угрозой, исходящей от криптовалют. Как сообщает The Logic, Центробанк уже представил презентацию об инициативе управляющему банка Стивену Полозу и Совету директоров. В ней говорится, что вначале монета может использоваться наравне с наличными, а затем полностью заменить их. Нам нужно вводить инновации, чтобы оставаться в игре, отметили авторы презентации. Инициатива имеет ряд преимуществ и только один недостаток, говорится в докладе. В частности, цифровая валюта может представлять риски для стабильного недорогого финансирования банков, депозитов. Кроме того, с помощью нового актива будет гораздо легче собирать информацию о тратах канадцев. Полученные данные также предлагается передавать полиции или налоговой. Цифровую валюту можно создать на базе токенов или учетной записи в банке. В Центробанке Канады отметили, что использование банкнотов в целом устаревает, что создает проблемы для всей банковской системы. Если регулятор откажется от банкнот, это не скажется на способности банка проводить кредитно-денежную политику или выступать в качестве кредитора. Тем не менее, авторы презентации считают, что этой способности могут угрожать криптовалюты. Тем не менее, решение о выпуске собственной цифровой валюты Центробанком еще не принято окончательно, отметили в Центробанке. Напомним, недавно о возможности выпуска цифровой валюты заявил глава Банка Швеции. Он отметил, что стимулом изучения новых возможностей Центробанками стал анонс запуска Либра. Центробанк Камбоджи тестирует цифровой кошелек для упрощения международных платежей. Центробанк Камбоджи намерен сократить стоимость трансграничных платежей и изучает возможности цифрового кошелька Беконг, созданного на базе Hyperledger Iroha. На прошлой неделе Национальный банк Камбоджи NBC подписал соглашение с малазийским банком Maybank, чтобы определить, как платформы для цифровых платежей двух организаций – Беконг и Maybank 2U – могут работать в тандеме для снижения комиссий за денежные переводы. Президент NBC Чия Сирей рассказала, что на данный момент комиссия за перевод между организациями может достигать 30%. Внедрение системы Беконг предоставит больше возможностей для совершенствования платежной системы, как на национальном, так и на региональном уровнях, добавила она. Платформа Беконг была запущена в июле этого года и уже обслуживает пользователей восьми камбоджийских банков, включая AC Leda Bank – крупнейшего коммерческого банка страны, который управляет активами более чем на 5 млрд долларов США. Объединение Беконг с Maybank 2U может способствовать повышению качества обслуживания жителей обеих стран. Датук Хамирула Бурхан, глава отдела финансовых услуг в Maybank, рассказал, что 52% всех транзакций онлайн-банкинга в Малайзии проходят через Maybank 2U. «Мы с нетерпением ждем предоставления нашим клиентам в Малайзии и Камбодже удобного, но экономически эффективного решения для перевода средств из одной страны в другую», – отметил Бурхан. Напомним, что в прошлом году Центробанк Камбоджи начал требовать лицензирования любых операций с криптовалютами. ФРБ Далласа. Центробанк США обсуждает возможность выпуска собственной цифровой валюты. Президент Федерального резервного банка Далласа Роб Каплан заявил, что Центральный банк активно обдумывает и обсуждает выпуск собственной цифровой валюты. Инициатива была запущена на фоне растущих опасений среди регуляторов о том, что доллар США может потерять свой статус мировой резервной валюты. Выступая на деловом мероприятии в Остине, Капланк сказал, окончательное решение о выпуске цифровой валюты еще не принято, но мы это активно обдумываем и обсуждаем. По его словам, США могут столкнуться с более высокими расходами по процентным ставкам, если иностранное правительство или другая организация разработает альтернативную валюту, которая получит широкое распространение. Каплан отметил, что расходы могут вырасти примерно на 200 млрд долларов США, если утрата статуса резервной валюты вызовет скачок процентных ставок на один пункт. «Это только подтверждает, что доллар не может быть мировой резервной валютой всегда. 200 млрд долларов США – очень большие деньги, которые могут принести большие проблемы, поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией», – сказал он. Ранее в этом году председатель ФРС Джером Пауэлл и законодатели США предупредили, что проект Libra, разрабатываемый Facebook, может мгновенно стать настолько популярным, что криптовалюта вытеснит доллар и подорвет стабильность финансовой системы США. Однако в последнее время эти опасения стали высказываться реже, поскольку некоторые крупные компании, в том числе платежные сети MasterCard и Visa, покинули проект. В заключении Каплан отметил, что «Я все еще считаю, что в обозримом будущем доллар будет мировой резервной валютой. Мы сможем рефинансировать наш долг по относительно низким ставкам, но я не думаю, что мы должны принимать это как должное». Напомним, что ранее в этом месяце два конгрессмена обратились к председателю Федерального резерва США с просьбой рассмотреть возможность создания цифровой версии национальной валюты. Кроме того, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристофер Джанкарло считает, что правительству США стоит начать разработку собственного цифрового доллара, независящего от центральных банков. Бермудские острова начали принимать стейблкоин USD Coin для оплаты налогов и госуслуг. Правительство Бермудских островов объявило о начале приема платежей за налоги, сборы и другие государственные услуги в стейблкоинах USD Coin. USD Coin – это стейблкоин, привязанный к доллару США, запущенный год назад компанией Circle. Как отмечает Circle в пресс-релизе, Бермудские острова станут первым суверенным государством, которое позволит 60 тысяч своих граждан оплачивать налоги и государственные сервисы в USD Coin. Более того, на островах планируется поддержка других децентрализованных финансовых протоколов и сервисов в рамках более широкой инициативы по интеграции криптовалют в официальные правительственные операции. В конце 2017 года правительство Бермудских островов создало целевую группу по блокчейну совместно с Агентством по развитию бизнеса Бермудских островов. В прошлом году правительство разработало регулирование для ICO и создало регуляторную песочницу для криптовалютных компаний. В результате благоприятного отношения к криптовалютной индустрии Circle перевела принадлежащую ей биржу Polonix на Бермудские острова в конце июля. «Правительства во всем мире должны будут отреагировать на это фундаментальное новшество», – заявляет Circle в пресс-релизе, снимая шляпу перед премьер-министром Бермудских островов Дэвидом Бертом, который продолжает демонстрировать прогрессивный взгляд по вопросам, касающимся криптовалют, чем очень сильно опережает другие правительства в мире. Несмотря на прогрессивный подход Бермудских островов, это не первый случай, когда правительства и региональные администрации принимают решения о приеме платежей в криптовалютах. Например, американский штат Огайо первым в США позволил компаниям оплачивать налоги криптовалютами. Однако работа сервиса, предоставляющего такую возможность, недавно была приостановлена. Минкомсвязи планируют сократить оборот контрафакта с помощью блокчейна. Как утверждает Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций России, развертывание блокчейна поспособствует снижению объема теневой экономики и оборота контрафактной продукции. По мнению Министерства, внедрение системы на основе технологии распределенного реестра сократит оборот контрафакта в России на 853 млрд. рублей к 2024 году. Как отмечает ведомство, дорожная карта развертывания системы распределенного реестра уже была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. В документе отмечается, что развертывание блокчейна позволит достичь косвенного экономического эффекта, выраженного в форме сокращения объема теневой экономики и оборота контрафактной продукции за счет обеспечения прозрачности, неизменности и автоматизированной актуализации данных. При помощи технологии также предполагается достичь прямого экономического эффекта, получения дополнительной выручки и снижения издержек, благодаря цифровизации всех процессов и снижению количества посредников. По расчетам Министерства, совокупный прогнозируемый объем доходов через 5 лет может достичь 782 млрд. Таким образом, суммарный экономический эффект достигнет 1,635 трлн. рублей к 2024 году, говорится в документе. В Министерстве также предполагают, что блокчейн позволит сократить расходы на оказание государственных услуг на 75% уже через три года. Кроме того, развертывание технологий в системах местного голосования должно повысить уровень доверия населения к выборным процессам на 30% к 2021 году. Несмотря на планы по активному внедрению блокчейна в разных областях, регулирование криптовалют в России пока так и не было принято. На прошлой неделе стало известно, что закон о криптовалютах снова задерживается. Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в августе поручил ответственным ведомствам принять закон о регулировании криптовалют до 1 ноября 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова